все улыбаемся каби и так улыбается по дефолту все остальные должны все улыбаемся улыбаемся и здравствуйте а это второй но по сути это первый выпуск потому что тот был пилотным исправили какие-то недочеты и вот мы даже вовремя начинаем в этот раз с нами сегодня как всегда сергей изард машет ручкой скиллл алс пишет уплакает и кабин я не знаю так задумано или нет но у меня на унофть сильно пролагивает поэтому я не знаю мне уже пороговарить всем привет или нет ну ты уже поздоровался давайте попробуем так сделать так нормально я смотрю на чатик реакция чатика небольшие технические сложности куда же без них естественно ох уж эти стримы говорят лагает все еще лагает даже на трансляции wcf челленджера звук и на когда запаздывал о чем мы чем рвать я перезвучу сделаю стоп-старт я конечно не знаю лично на моей по моему звук не запаздывал стоп-старт уже был добыл и все еще полагает может быть 264 переставить чтобы ну либо будет кордов по он же обновлялся на днях может в последней версии какие-то траблы тогда мы можем просто перепрыгнуть на skype но тогда тебе придется перенастроить камеру нет при настройках камеры это тотальный капец будет тогда я попробую так сделать мой проблем с буквально вроде по журнам пошло говорят пошло все хорошо нормально сейчас и нужно сесть левее пишут юки юки сейчас нас там ребята еще за позиционируют а левее это в какую сторону я не знаю да нормально ты сидишь мне кажется ну ты так в краешке этого окошечка можешь так давайте полихоньку начинать закрывали надо так сейчас кабе отвиснет и мы начнем а я решу да я бы как бы скоро отвиснет и может представить да итак мы все преодолели начинаем и за съехал но это не главное главное что мы все здесь что нас слышно и видно еще раз всем привет еще раз представлю гостей это сергей из арт скилоус и кабе и неонавт всем привет мы должны были хором но мы плохо репетируем смотрели допустим мы все еще лагаем поэтому возможно как ли скажет всем привет чуть позже а потом скилоус а потом не шутка да итак мы начнем с наверное самая актуальная тема на сегодня это где сайт против world прошли первые матчи плей-офф и довольно неожиданные были результаты я так скажу во первых к сожалению антон у тебя почему-то может это в моем случае пропадает звук я время все окей кстати ты можешь его на стриме слушать да окей делайте понесла все погнали 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 повторяю вопрос раз вы меня все был за вопрос который я не услышал и так мы настроили звук сейчас пойдет жара сейчас все итак товарищи знатоки первый вопрос почему отлетают корейцы отвечает кабе лично для меня ничего не исправилась я не знаю как у вас мне тебя придется на стриме слушать я могу сказать почему они в пуховиках а больше я ничего не услышал почему-то отлетают корейцы от европейцев что происходит ее как с этим бороться но весь вопрос наверное в том хотим ли мы с этим бороться на самое главное можем ли мы вообще-то вроде драма то в другом заключается что все тираны вылетели нет но опять теперь у всех есть легитимный повод про баланс разговор он там слева сверху я сразу вижу человека который недоволен не тираны не все тиран во первых и во вторых это мне на самом деле по поводу для обсуждения много тираны вылетели что интересно все корейские тираны вылетели отлетел тивай отлетел мару отлетел фэнтэй как бы вот такое а те кто не корейские тираны special time как бы они прошли в этот финал и что ну как бы круто и вот считается давайте может прям по матчам разберемся быстренько пробежимся у кого какие ощущения какие впечатления и так далее первая пара у нас который играл это были dark против и лейзера кто что скажет на этот счет я честно говоря в полглаза смотрел потому что типа завоза international на фоне два монитора но вообще я не ожидал особо борьбы но видимо не нужно было недооценивать понимание макро и в принципе мета завоза европейской потому что в европе куча сильных дергов и как бы собственно недавно су от было и отлетал я забыл где на intel extreme masters кажется и типа мы 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 могли бы вспомнить об этом когда смотрели на прекрасные коэффициенты формата 93 на 7 в пользу dark вот и действительно наверное если взять типа силу дарка в двух других матчапах и силой лейзер и поставить коэффициенты на этом основании так бы и было но именно за за конечно он большой молодец и круто что он доказал что хоть его и хрипанул там рэпер какой-то да но хотя бы не зря потому что главный фаворит турнира в принципе его покинул и дальше смотреть интересно поэтому да и как бы очень круто и на самом деле очередной такой камушек очередной такой тычок подколка в адрес как раз корейских зергов потому что ну в европе это такой не знаю можно ли сказать что полумем ламба там частенько пишет что вот ребята там не оптимальные стратегии используют не так играют там с уйдет в контратаку и умирает на зелотном всякий всякий в общем много критики много такого скепсиса относительно именно корейских именно зергов и очередной повод порассуждать о том что а в европе ты зерги действительно хороши черт побери черт побери и конкретно по этому матчу кто не видел опять же ламба своем твиттере там написал что и лейзер вообще все карты должен был выигрывать и каким-то образом умудрился в бо 5 выиграть 5 карт вот так он даже сказал такие вот шуточки на самом деле действительно результат очень неожиданный и кстати забегая вперед все корейские зерги ну их там было два правда всего но все корейские зерги с gsl против мира уже вылетели все такие дела возможно это какая-то специфика матч-апа потому что в зэ все-таки он несколько рандомен и понятно что был 5 и прошел сильнейший но насчет рандомности завозе я на самом деле небольшой специаль и вообще как человек 4 700 там ммр небольшой специалист почему бы не было в плане матчапов но мне кажется что в завозе как раз у игроков это матчап во-первых очень интенсивный во вторых очень умный то есть и там если посмотреть гайды того же ламба про завозе он его достаточно так хорошо раскладывает по полкам и мне вот как раз кажется что и лейзер в этом матче мне кажется показал именно то что он играет как кабе сказал от умнее он то ли лучше понимает этот матчап он лучше знает что когда делать тем более дарк он в принципе если мне не изменяет память если я не ошибаюсь известен как игрок с прицелом на такой на мидгейм он очень часто вот просто берет и бьет соперника ну в клочья то есть там все 10 минут проехали давайте следующего а здесь особенно вот на последней карте на new repugnancy это кстати одно из лучших завозы этого года по моему мнению там затяжная игра там какие-то переходы инициативы звук в руки там просто вообще нечто очень круто и действительно я не знаю с кем лейзер это нарабатывал сэрл ему помогал рейнар но был очень готов по моему очень хорошее понимание матчапа а дарк вот наоборот у него как будто бы есть какие-то ну какие-то проблемы наверное ощущались я скажу так ну то есть и лейзер его переиграл вот просто ну лично мне это показалось еще так это что в первых двух играх да как будто бы не доценили очень сильно лейзер то есть первой игре он играл двенадцатый пул с рабами во второй игре тоже был какой-то попытка была кого-то с гризелинками с бренами мне почему-то кажется то что дарк по всяком случае начинал так матч свой что мол сейчас быстренько выигрываю 3-0 и пойду отдыхать ждать следующего дня но в итоге это ему боком вышло ну кстати сам лейзер потом на интервью сказал что да там он на первой карте приехал меня рабами рашить но этому нормально это типа хорошая стата рабочая просто я был готов поэтому относительно относительно ну как бы но вообще у дарка да у него репутация такого чела который не сильно ты котирует иностранцев и поэтому да все ожидали от него поэтому наверное это так и выглядит что типа ребят это куда вы приехали а по факту он как она оказалась давайте дальше пойдем мы не будем на завозе зацикливаться time китаец обыграл корейца суну к сейчас у него формы усу усу ну что сказать про су су словно заснул после чемпионата мира в катовица катовица блин надо уточнить ударение после чемпионата мира intel x3 мастерств у него ну скажем прямо ничего особо выдающегося в плане результатов не было он там один раз вышел play of gsl один раз выбыл на 2 групповой вот сейчас в сезоне он выбыл на 3 он не вышел в плей-офф на assembly summer и в общем то к его форме наверное есть определенные вопросы а вот к чей форме вопросов нету это как раз time потому что time это ну ребят мне кажется что это сейчас ну заявка вот на какой-то момент времени может быть очень короткий может быть это поспешно поспешное осуждение но time top 1 тиран мира он очень круто выглядел на assembly summer с рейнером когда показал там заготовки и микрил как бешеный летал дропами и использовал какие-то open опенинги нестандартные и так далее и здесь я на самом деле сейчас пытаюсь вспомнить не вспомню чего-то прям очень нестандартного но он отыграл вот с точки зрения техники там исполнение и так далее очень круто вот просто очень круто и на самом деле ну да по делам просто может обеда заканчивать оценивать шансы там по алигу лаку который знает что time типа ничего не выигрывала слот у него там эвенрейты хорошие на протяжении последнего полугода это очень прохладная история потому что по моему усу сейчас глобальные ну проблемы с пониманием вот какого-то мидгейма то есть он в каждой игре да это в основном вроде с протасами видно но вот против тайма тоже стало видно то есть он по моему не читает современную мету стратегий сложно сказать чем это связано может у него там девушка жена там беременную ну я не знаю что-то его отвлекает от игры может он просто себе взял небольшой эмоциональный перерыв после чемпионства но то есть он типа не шарит он играет как игрок ниже уровнем не по механике а именно по чтению то есть он играет дефолтную фишку и вам любой hero marine скажет что играть дефолтную фишку на этом уровне как бы не очень крутая идея обычно и time просто ну переехал его как и должен был переехать его человек который 3 2 только что с сэрлом в макро отыграл в ассамблее 2 3 в смысле проиграл но все равно то есть там люди которые ставили 70 на 30 ну типа я не знаю они смотрят starcraft наверное нет наверное они смотрят али гулок ну и это крутой сервис но как бы надо же делать ставку на то как игры пойдут игры пошли ровно так как должны были в этой паре вот и мы наверное тут можем подключить скилоуса потому что у нас дальше то твп и я бы предложил твп объединить три сразу в один вопрос вот со всеми теми тирановскими понтами что у них типа с протосами все ок то есть типа алекс угорает над этим на стриме я очень сильно подозреваю что у них на самом деле с протосами и правда все окна ладдере то есть мне интересно чё скилоус об этом думает ну скажем так конкретное если смотреть на эти матчи то ну во первых тоже надо понимать то что два противостояния с процессами были не очень равны то есть там хиромарийный классик фэнджи все-таки оба протоса куда выше уровня мчимых оппонента тирана мару статус поинтереснее не знаю такое чувство что случилось повторение матча на близконе мару против оса где связь тоже выгел 3-0 то есть мару как-то будто бы поплыл в один момент например вторая карта можно было увидеть то что там случилось то что нет я никогда не получается то есть это ирора клубила 3-0 в сумме причем за невероятно маленькое количество времени и у меня очень много вопросов возникло к этим играм насчет баланса в целом очень трудно судить я думаю что некоторые перекос стороны протаса может быть но лично мне например уже кажется он не таким большим как многим остальным например алексу того же как отметили ранее потому что у меня например сейчас пвт самый слабый матчап мне невероятно сложно играть стирана потому что них огромное количество вариаций билдов огромное количество всяких стратегий ну и просто сама по себе раз очень приятно то есть в любой момент может полететь дроп в любой момент я не знаю может произойти атака и мне очень некомфортно плюс что-то ждешь от патча который поменяет ускорить стимпак в первую очередь ну стимпак я не думаю что стимпак конкретных каким-то изменениям в общем матчапе приведет потому что ну может быть в этой одни одно из 100 игр не заснает ну и ладно игра не на этом не закончится а в целом я не думаю что прямо будут какие-то кардинальные изменения то есть 50 минералов на призма наверное приятно то что призма подбирает чуть ближе тоже наверное приятного но в целом чтобы прямо что-то ситуация кардинально поменялась я не думаю что так случится но в целом ты как думаешь пвт с точки зрения террона это сущий кошмар или все-таки вот те результаты которые мы увидели в первом туре gsl против остального мира это скорее больше разница в уровне игроков в их подготовке да я бы только на это сводил но в целом я не отрицаю того что может быть слайд ли favorite все-таки против в этом матчапе но опять же на таком уровне вот где играет рэп где играет там может быть классик стат но например я считаю то что трап хиромарин и классик фэнтези это абсолютно не показатель потому что ну при всем уважении хиромарина он невероятно крут он очень сильно сейчас играют в очень хорошей форме и я думаю что в европе например он каждого протаса баста 5 может убить абсолютно раз-два но с такими протасами он тягаться пока не может потому что у них абсолютно другой уровень понимания пвт то есть тоже надо понимать что все-таки очень сильно виндрейт матчапов разница от регионов то есть в европе у нас есть три тирана у двух из которых абсолютно отвратительно пвт я если что сейчас говорю про ее термолы и marine lord у нас есть хиромарин у которого хорошие пвт и соответственно очевидно то что пвт наших тосов топовых она тоже куда ниже уровнем чем пвт протасов которые играют с инновейшином которые играют смару которые играют у которых даже это два тирана невероятно сильные то есть и гумиху и фэнтези и кто там еще есть их очень много ты смотрел все вот эти игры ну все пвт я смотрел я не фэнтези классик не смотрел я смотрел смару я смотрел с хиромарином были какие-то вот мувы от тиранов какие-то стратегии заготовки которые ты бы отметил сказал да вот это вот круто придумано вот это тиран прям но то что мы например увидели хиромарина вот честно я играю ландер я нажимаю поиск ландера мне попадается бар код у которого качинский на аватар кигмейная рамка и вот он со мной играет абсолютно то же самое что он играл на всех сетах абсолютно то же самое один билдорна ну почти один и как бы хиромарин как бы хиромарин такой игрок он играет себе одно и то же у мару ну мару через честно просто игра не пошла и например в третьем сайте наоборот бил знаешь наоборот никогда так не играть абсолютно не делается так никогда вторая ну просто оркл убили первое ну что-то было наверное какой-то намек на что-то интересно но не пошло и это вот как раз интересно потому что классик и фэнтези жаль что ты не посмотрел еще эти игры там вот как раз было заметно что тиран ну прям готовился то есть на каждый практически сет они нас до каждую карту фанта выходил с какой-то заготовкой и там и в мех отыграл и быстрый дроп мин показал и пуш с прокси мародерами и пехотой показал в то время как мару вот и хиромарин но я к сожалению я не успел прям посмотреть полностью хиромарин и трэп они как будто играли вот ну я тут сейчас пишу обзор как будто вышли у меня такое ощущение ну вот я пойду на ладер поиграю там стандарт по трению то есть не было чего-то такого за счет чего они наверное хотели бы соперников удивить то время как вот в играх остальных тиранов это наверное чувствовалось и мне это кажется тоже немного характерно потому что мару если в прошлом году он там бесконечно удивлял какими-то прокси либо удивлял самой задумкой прокси либо удивлял исполнением или там каким-то последующим переходом в макро то здесь все было очень ну скажем так стандартно на первой карте я играю дурак мин потом я бегаю пехоты там пытаюсь что-то развести на второй я иду с пушем после того как не выкосили тому ему рабов на 3 я ставлю прокси барак и пытаюсь построить протасу бункер на натурале ну что-то было совсем такое беззубое скажем так вот это я для себя отметил ну что вопрос стенами и протасами мы наверное потихонечку закрываем идем дальше дать мы идем дальше нет шоу-тайм и сериал тивай что вы думаете по поводу тивая до турнира его называли одним из фаворитов от тивая много ждали я думаю наверное вообще все ну вот он такой странный игрок в том плане что мы от него все продолжаем 2019 ждать заготовки они вроде есть но они по моему теперь в играх спешила основном реализовываются вот ну и может быть сэрл не совсем тот парень которого заготовками так уж легко можно удивить потому что он ну как человек с хорошим пониманием мне кажется реагирует на билд ордера тоже очень хорошо ну и я в русской версии смотрел все эти игры если алекс отмечал что такой билд уже был против сэрл а но в том в частности там два барак риттера и поэтому типа сэрл чуть легче просто в этот раз было уже играть мне кажется 31 наверное счет который в принципе неплохо показывает в первую очередь то что сэрл сам определенные выводы после игры на ассамблее сделал и больше типа не хочет проигрывать каким-то терреном непонятным у которых никнейм не мару он кстати говоря не знаю кто смотрел не смотрел драфт на игры которые будут воскресенье но сэрл первым делом пикнул мару это интересно потому что дарк выбирал себе игроков которые могут убить сэрла то есть у него команда анти-сэрл называется он взял рейнера туда сразу тайма и вот он рейнера взял раньше чем мару вот что-то это говорит видимо о мару и его текущей форме для возможно дарк уже успел пожалеть об этом ну как бы там ни было увидим на шоу матч и хотя опять ушел матча довольно такой скептический настрой и примерно 800 долларов для каждого участника команды победителя выходит но как-то вот на из-за вот этого вот это распределение типа давайте ребят все перемешаемся сделаем драфт а не будем играть корея против остального мира смотрится это все немножко менее наверное принципиально я так понимаю проблема в том что в 17 так играли типа счет был 71 и поэтому теперь так не играет ну да как раз теперь можно но такой сэрл сидит и думает так ну короче еще 500 добавлю и куплю себе клюшку для гольфа да вот ну да а по поводу тивай против сэрл а очень опять же для меня было заметно что тивай не хочет заводить игру в лейт очень так активно играет старается как-то в мид гейме пропушить и заготовки действительно были были и двойные риперы опенинг был и мех через батлов на крополе был и какой-то там подпуш с танками с бункерами на thunderbird и что-то действительно ну сработало вот на крополе получилось у него хорошая игра и так далее но в принципе да сервал переиграл тивай готовился но это не очень помогло и как кабе правильно сказал потом эти все заготовки можно было увидеть но не все но многие можно было увидеть матче рейнар против спешила что скажете по поводу этих ничего и просто как персонаж из шерлока холмса говорит сначала попробую спешил против италия если прокатит то я попробую против нормальной страны настоящий в итоге успешно прокатило очень неплохо мне кажется спешил просто наконец-то сделал то чего от него уже многие болельщики давно ждали он вообще один из самых клевых термин сейчас но вот конкретно на этом турнире еще фанта клевый который иногда скатывается стандарты скучные вот теперь прям вот за спешила надо болеть мне очень не понравился его стиль через батлов и через массы air шикарно было эти вот постоянные телепорты атаки взалеты красиво да и опять же спешил в интервьюшке после матча сказал он же я напомню выходил на этот матч со статистик на короче на серии поражений против рейнера у него 0 5 поражений 5 поражений против рейнера подряд там включая wc summer и прочие турниры вот и он в интервью после матча сказал что большая разница играю я с кем-то на турнире викендере так сказать который там быстренько но когда у меня нет времени на подготовку вот так и когда у меня это время есть вот сегодня я мол показал то на что способен как раз если мне дать подготовиться ну и это кстати такой тренд такая тема которую активно не то чтобы раскручивают но упоминают в последнее время это у отозиса было в подкасте про это каз говорил в последнее время спешил сейчас про это сказал что вот когда у тирана есть время подготовиться это очень хорошо и вот как раз на этом турнире мы видели что тиуай и фанта и спешал они как раз очень серьезно своим наверно матчем подходили в плане подготовки ну почему-то тем не менее дальше из этих троих прошел только спешил но хотя может быть у него был и самый простой соперник из всех что вы думаете по поводу еще сильно не повезло например там как его билд с минами с быстрой закопкой который летит и втыкается фениксов на типа анлаки ну да 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 ну там в принципе мне кажется что даже если у тебя бы стая закопка то против фениксов это сложновато что вы думаете по поводу формы рейнер а потому что номинально вроде как главный соперник сырала в европе в не корейском мире но после wc summer вылет во второй групповой на assembly и сейчас вот он проигрывает прошелу причем проигрывает довольно таки но без шанс но не то чтобы совсем без шансов но пошел его переиграл подчистую на мой взгляд он сильно очень устал уже потому что тоже надо понимать то что у него смотрите у него был wc summer потом у него был в цг потом сразу на ассамблею и такое очень сильно выматывает особенно учитывая то что ему не близко лететь в украину потом очень далеко эти в корею потом вернуться потом скорее всего летел финляндию и в итоге такие перелеты они очень сильно сказываются плюс я думаю что рейнер такой игрок который все таки ну во первых он не так много играет и в итоге с такой комбинации получается то что он сейчас наверно не самый лучший форум находится может быть немножечко перегорел ему нужно чуть отдыха но я бы не стал за списывать на то что все вот он выигрался и больше никогда не увидим на таком высоком уровне я думаю что просто нужно немножко времени морды он расслабился в европе привык знаете ли обыгрывать фунг-фу панда битара ней того же самого я не думаю что здесь ну нет в том плане что ему как раз расслабиться может быть и было бы в какой-то степени правильным но решениями не знаю потому что как никита сказал очень такой загруженный график и здесь ну либо ты перегоришь либо ты все-таки поймешь что ну и тут еще нельзя забывать что типа сейчас из оставшихся турниров самый неважный и при этом даже wcs fall но если не брать бабло он тоже не очень важен то что у рейнера путевка уже есть и он все начало года был очень круто он выиграл зиму он хорошо выступил весной и он летом победил то есть ну он же к типа не робот он не может все время весь год быть на подъеме то есть лучше расслабиться сейчас и потом перед близконом выйти на пик формы чем сейчас окончательно перегореть это все конечно немножко диванные рассуждения но мне кажется довольно очевидным что но все время фигачить там по 12 часов ладдер ты не можешь есть правда инфа что вроде рейнер не только ладдер фигачит там но и в других играх расслабляется но как бы это нормально он еще не в том возрасте когда ему надо расслабляться другими путями да поэтому можно и доту и пабджи и так далее если типа ты играешь starcraft достаточно и но иногда надо играть starcraft поменьше потому что типа какими бы мы не были там энтузиастами и заряженными на результат людьми все равно интерес к игре он ну короче это не неисчерпаемый ресурс у нас особенно потому что ты поиграл поиграл там вроде уже и в будварчик хочется там или варкрафт может случае изарда вот а им прикинь сколько надо играть это же дичь поэтому я прекрасно понимаю рейнера если он лучше сейчас себе дал время для отдыха я хотел то же самое про мару сказать скорее всего для него это тоже был не самый сильный турнир в плане подготовки поэтому он так отнесся возможно скиллус а ты разделяешь турниры на важные в неважные там каким-то побольше тренироваться каким-то поменьше пожалуйста тебя не слышал но из того что я слышал спады у всех игроков я думаю есть это абсолютно нормально на просто всегда не расслабляться главный компонент вопроса был в том деле шли тут турниры наиболее ну конечно есть такое но лично для меня есть такая проблема то что непонятно что лучше то есть одной стороны ты вроде бы такой вот есть маленький турнир ну как бы поиграешь поиграешь вроде бы все равно и получается лучше потому что ты ну вообще не думаешь ну сейчас когда поиграем и ладно пойду отдыхать сейчас выиграю круто она больших турнир такой это большой турнир там да будет сам я вот мне приехал надо сейчас показать результат хорошие готовился я там страта придумывал тренировался кастом как ладра много играл и ты на него сидишь ты волнуешься и получается не очень коленки не дают в камеру да да кстати это очень важный момент мне сказали что следующий раз если будет под турнир все будет нормально с этим так вот коленки побрей и все так вот безусловно есть такое деление и она даже ну не на то что прямо я такой думаю так но это маленький турнир готовится к ним не буду а это больше конечно на таком вот уровне именно на подсознательном уровне и я думаю что чем более высокого уровня игрок тем ты чувствовал него как бы на более высокого уровня находится я думаю что сайл в целом каждого сезда относится также как я например какой-нибудь там там покси темпе за 15 баксов мне кажется где какой-то такой ответ но я думаю что мы сейчас еще эту тему немножко конкретно своим случаем продукту продолжим когда будем обсуждать игры в челленджеры но последний вопрос пвп шоу так против него и опять же никита я думаю что здесь ты за этот матч-ап пояснишь как говорится лучше чем кто бы то ни было из нас и за этот матч конкретно ну я не могу сказать то что ну точнее так начнем с того то что я думаю все думают что вот по рандом как по матч-ап но я бы так не сказал он сейчас очень сложно очень контактный но в целом такую некоторую стабильность нем достичь можно я не особо если честно ожидал то что перед этим из этого матча будет нет мне всегда казалось что что шоу-тайма пвп будет посильнее но как мы видим не победил и честно я бы рассказал то что в пвп как ни в каком матч-апе влияет именно найти ежедневная форма то есть как ты скрой ноги ты встал там как-то покушал я не знаю сколько там сыграл игр до этого и итоге получается то что ну видимо нибудь чуть больше в этом плане зашло и вот он выиграл это но это все из-за того что я говорю матча очень контактные очень близки очень такой импульсивный что за счет чем ну есть какие-то вот темы может быть в плане стратегии может быть тактики которые ты для себя в этой игре отметил и такой тебе ну такую галочку себе в блокнотик кстати говоря а тут надо вот вот так вот что-нибудь там сделать сыграть ну какие-то прикольные мувы что-то такое такого нет надо понимать что пвп в целом которая идет best of 3 плюс да это скажем так каждая игра из каждый выходит то есть ты не можешь брать конкретно культу игру без контекста остальных то есть пвп это один огромный мэнгейс в целом и чтобы понимать логику какой-то определенной статегии в одном сайте должен взглянуть что было раньше вот из-за этого чтобы прям ответить я ничего не могу но по-твоему все-таки не вот победил именно за счет того что ему больше повезло или в каких-то моментах он сумел перехитрить своего соперника удивить его не ну конечно 2 я сказал то что в целом прямо рандома какого-то нет а тут именно в том то что в том что да он скорее переиграл просто по некоторым параметрам как ты думаешь теперь ну потому что на ассамблее летний шоу тайм обыграл старца сейчас не обыграл шоу тайма в следующем туре как раз если правильно помню достать с ним вам как ты оцениваешь шансы американца ну как неплохие очень оцениваю шансы потому что я думаю что если ну в целом не довольно продолжительное количество времени то есть факта два дня у него было на подготовку я думаю то что он мог что-то придумать ему какие-то страты подготовить в целом я думаю не очень неплохие шансы и уровню он конечно уступает стацию думаю потому что стать безусловно сейчас лучше протос в мире не ну наверно все-таки лучших не корея но все равно я думаю что у него в целом меньше шанса но все равно конечно стас фаре понять ненько да и давайте плавно перейдем к пцс собственно открываю сеточку и здесь мы видим филоса с не очень хорошими результатами что случилось тот день ну что давайте если наверное группа b ну ну в смысле если у нас здесь никита скилл что может быть и как раз группы б стоит начать обсуждения где скиллов сыграл с такими соперниками как дрога хили марин и dns вот никит как ты вот буквально несколько минут назад говорил что иногда очень сильно нервничаешь на турнирах особенно там если они важны как у тебя с эмоциями с настроем было как раз вот перед играми во время игр в этой группе да нормально скажем так вот у меня был как раз таки один из тех неудачных дней в целом я могу отметить еще то что я недостаточно хорошо подготовился и целом мои страты были до конца отточены и в целом сыграл я довольно плохо и в один момент я ну скажем так клетану особенно после того что с хиромарином случилось во второй карте то есть я целом углу там уже выиграл я такой у меня на самом деле довольно часто такое бывает и с этим надо бороться я такой ну все выиграл не то что прям руки от клавиатуры мышки играю но я такой ну как бы да как что-то бегает но сейчас выиграл в итоге мне призму сбили в итоге я как-то плохо отбился и у меня уже ничего нет ярко и вот такие вот моменты конечно очень плохо ну и как я уже сказал я там не очень сно проблемы были в то день и ну не довольны собой я очень плохо выступил но с другой стороны я очень доволен то что я именно попал в добычу чаджи на мой взгляд это довольно неплохой результат потому что все таки на топ-16 европы вот и все играют из дома что я думаю наиболее комфортное условия создает не знаю я как бы в целом вышли два игрока которые должны были ухать это хиромарин и пти дрога они большие молодцы очень сильные днс тоже очень сильный но все-таки пти дрога с хиромарином наверное они будут сейчас одни из самых лучших европе так что все абсолютно заслуженно вот я не то чтобы я сильно рассчитывал то что я прямо сейчас ты раз членджер заквались и выйду с первого места такого не было конечно но против хиромарина ты вроде смотрелся довольно неплохо на мой взгляд но там вот пара моментов про которые я хотел спросить например на первой карте королевская бухта вы играли до поры до времени вроде все нормально потом к тебе прилетают там дробь на натурал на третью локацию и в какой-то момент ты начинаешь выбивать дробь ну ты подводишь рабов чтобы выбить дробь и теряешь там как следствие уйму пробок на этом почему так получилось что произошло в целом просто как обычно он оказался сильнее меня быстрее меня точнее и разве у него и стаски достаточно сильные я просто не успел с ним справиться в один момент очень сложно было но на самом деле в итоге все пришло такой ситуации то что в целом если вы мог выбирать то на самом деле то есть там в конце было когда у меня уже алынил по факту с 50 работ с 1 1 гридаю без заморки с этом что-то не было викингов порядка пяти семь лет очень не помню и там такой момент то что если бы я просто по 2 получить больше сентреи подвел бы фениксов они чтобы имея подлёт дропа и кинул бы филды нормально я бы абсолютно спокойно отбился и выиграл бы скорее всего эту игру но не получилось не получилось как-то не доиграл а на второй карте у тебя была оригинальная такая заготовка дарки и после блин к даркам и врыв вместе с дарками и зилотами сейчас же по моему конечно сейчас же наверно вот как ты придумал эту стратегию может у кого-то позаимствовал и почему ты решил что против хиромарина она может хорошо зайти и она по итогу очень даже хорошо зашла я даже не скажу кого это увидел просто увидел то что есть какая карта акрополиса то что там можно закрыть наглуху натурал и мэйл что ведь практически не запрыгнет и то что нексус не ездит и как бы на мой взгляд это очень хорошая страна потому что основная эта суть в том то что который играл он был даже не по базам 1 база то есть там при тайминге что-то порядка четвертой минуты а это на 40 секунд раньше чем просто обычных дарков и на где-то 15-20 секунд раньше чем дом дарков строй битов с одним юнитом так что ставками на было именно на это почему по хиромарина так играл ну мне просто казалось то что это будет довольно надежный вариант и такой моменту что хиромарин это игрок который очень редко изменяет своим стандартам который играет практически одно и то же в каждой игре очень сифовый между прочим билды но конкретно это заготовка она была могла очень хорошо сработать и сработала против этого против того что он и вот но как я уже сказал ранее просто не до играла в одном моменте в одном месте такое ну все я побил я выиграл поиграть уже невозможно даже если что добьется я там ну у меня преимущество очень сильное и в итоге казалось что можно поиграть и у хиромарина как было скилла очень много и его хватило чтобы просто даже из безвыходной по факту ситуации и переносить так что мы респект за это тут как бы только ко мне вопрос я не доиграл исправлюсь надеюсь желаем тебе желаю желаем в общем удачи с этим конечно же а что скажешь по поводу игр против днс очень плохо у меня там был момент то что на king's coffee если не ошибаюсь от павел иллюзии феникса первого но у меня место феникса вызвался колосс такое бывает очень редко когда ты но либо ты не еще сильно либо ты я не знаю что случилось в общем два раза нажимаешь чтобы иллюзии вызвать у тебя вызывается колосса надо цель нажимать чтобы феникс вызвался ну соответственно два раза нажал все у меня никакой информации нету и по итогу как-то вся игра не клеилась в итоге в итоге просто меня пришли били по сути понятно по другим матчем мы будем что-то обсуждать я думаю нужно обсудить как минимум инфу что сегодня в пять часов вышел твит от гунфу банды о том что он не будет играть в плей-офф потому что у него якобы запланирован был отпуск и он короче не может перенести даты и предположительно вместо него против сэрла в плей-офф окажется ю термал насколько я понимаю самый высокий вцс ну папа очкам вцс по рейтингу игрок из тех кто не прошел такая вот история так что мы можем все выразить свое недовольство поведением бунфу банды который часто это поздравление не может в нем и термала да и посадить поздравить ты сказал я ютер молу скорее посочувствовать могу потому что на что я обратил внимание после игр давно на самом деле на это обращаю внимание но это и после вот этого челленджера было заметно что многие евро терманы в данном случае конкретно ю термал и marine lord они ну прям очень сильно тильтуют вот прям чувствуется что прям на дизморали жесткую ребята уходят после каждого поражения и в данном случае ю термал как-то проиграл кому-то с пандой он играл в десайдере да поиграл рейнер сначала анда видимо предположил ю термала потому что он ему типа проиграл в десайдере если так то он прохладный типок потому что решает не это рейтинг вцс ну я не знаю надо проверить рейтинг вцс может быть тогда и не термал там вовсе будет ранкинг 2019 херамарин шоу тайм и лейзер на восьмой строчке лейзер выше чем ю термал ю термал спасатели лейзер должен хотя блин они были в одной группе ну это админы будут решать но насколько я помню просто помнишь да по киевским обсуждением вроде там же рейтинг решает я не знаю кто там рейнер наверно чей-то слот занимал кто не смог приехать по моему возможно не может они проходил помнишь потому что кто-то не приехал из челленджа хас не приехал я думаю что это скорее завизы потому что там как бы заменять на какого-то другого тайваньца было бы странно ну там и там и не было типа из тех кто может приехать херамарин был да я думаю я думаю что конкретно в этой ситуации будет им не термо потому что в третьей группе это было бы очень логично вот и тихо они рядом с лейзером да и ну короче погоди они нифига не рядом с лейзером ю термо вообще на 20 лейтинге да в лейтинге они очень-очень там далеко это очень спорная тема ну короче скорее всего либо один либо другой да так что возможно они думали что так как они в одной группе то тот кто именно в данной группе был повыше то ты не на это так сам гунфу банда типа да то есть официального рулинга у админов у нас еще нет но как бы дать как бы отношения со стороны гунфу банды такое прямо скажем да как бы если бы у нас была популярная дисциплина его могли бы не допустить на следующий например но наверное мы не можем себе позволить разбрасываться про геймерами а по поводу marine лорда изор ты думаешь ну потому что он соло проиграл до матча который вроде бы не должен был проиграть да он проиграл соло в десайдере но при этом не сильно так как бы понятно потому что marine лорд на самом деле по последним результатам он ну тянет вообще на топ-1 может даже тена на европу не мерами я воспользуюсь случаем прорекламировать инфу что если вы вдруг не видели игру marine лорда против сервала то ну типа я ее стримил внезапно и именно эту игру выложил на youtube то что это супер игра вот очень жесткая завода макро поэтому я рекомендую вам или у меня или на официальном канале starcraft посмотреть можно скинуть дикое макро в чате кистик несложно его marine лорд проиграл да и там еще в чем дело я вообще не знаю человека в европе который должен потому что marine лорд прям было видно как он там потел старался выиграть выкладывался на полную совершенно верно там какая-то дикая игра какой-то лейт наверное все локации в течение игры они позанимали это опять же не по ганси и потом marine лорд с лимитом ботлов там лимит ботлов был до что-то вроде того но секунду чуть-чуть циклонов то есть там у него не было гостов возможно это было ошибкой но типа он так видел этот состав и самое то главное что сэрл потерял локации он очень долго не добывал то есть там могут быть вопросы именно тактические определенные к marine лорда но он и отыграл игру провел игру очень здорово конечно да какой-то другой зерк на планете вытащил вот такую игру да и потом в конце ох и даже не помню писал он что-то в твиттере белокин путевай и не знаю нет по моему ему писали довольно много и сегодня вот как раз после игр на джессал против мира marine лорд написал в 3 бедняга тивай перешел из меха в гостов как советовал чатик твича прямо прямо как ребята учили но в результате не помогло ну то есть а вот что он пишет 11 августа по моим в этот день челленджер зал там лучшая часть моего дня и когда я проверил про нашу эту конфу видимо какая-то конференция про игроков после того как проиграл в этой чрезвычайно утомительной игре сэрл лук в которой я добыл на 3-4 базы больше чем он и увидел что рейнар тут чё-то ноет протирановский мех ну в общем ощущение что тираны marine лорд конкретно ю термал очень сильно уходят в диспораль после всех поражений и это заметно по их играм на самом деле мне кажется потому что ю термал как-то скажем далеко не фэнтези гг тайминг демонстрировал бросив marine лорд потом проиграл соу ну как бы тоже что такое и в целом кирамарин тоже на стримах много ноет но хирамарин как естественно зубы продолжает играть вообще честно говоря но мне немножко надоело нытье уже в последнее время то есть на днях мы на канале подками в комментариях под одним из видео по первому starcraft у там стали тоже выяснять понимаешь на волне кто в первом starcraft имба и типа я пошел посчитал за всю историю игры там количество финалов и вот знаешь я тебе могу сказать у терринов их 83 а у протасов 55 я могу просто предложить кому-то пойти поискать нытье от бису скажем нытье там от сторка от рейна от четырех протасов которые финал ксл вышли недавно то есть хз то по-моему надо уже заканчивать ждать маны небесной особенно если вы террин потому что террин терраса у которой есть инструменты я это запомнил очень хорошо из уроков стрелка потому что как бы после зергов например кардинально другой поход подход красе то есть у тебя типа есть очень тонкие инструменты для работы что там получил мародера замедлением и это не просто сталкер или адепт ну вот я в одной игре сделал сталкера в другой адепта но в принципе вообще нихрена не меняется до типа у тебя инструменты его обязан реализовать как-то вот ну может быть еще нужна помощь от мапмейкеров но сидеть и ждать что тебе завтра короче дадут steam призму за 200 на 100 и там что-то такое ты тогда начнешь тащить фиг знает по моему если бы blizzard и просто однажды выпустили твит 1 января что так чуваки короче у нас есть другие дела мы тут под активижен давайте мы вам сразу скажем что мы баланс типа больше не трогаем как хотите так и выкручиваетесь всем стало бы реально легче то есть комьюнити бы вздохнула спокойно и стала просто играть в игру ну и там картами как-то потихонечку править что не не исправляется да и на твой взгляд до время очень не заговорил о blizzard и активижен хотел бы потихонечку нас перенаправить на следующую тему это недавняя новость о том что активижен blizzard больше не будут активно поддерживать starcraft по крайней мере настолько насколько остальные свои дисциплины overwatcher blackraft hard stone что это такое это но какой-то ну позвоночек мне кажется что нет потому что если кто-то но не знает то на прошлой наверное неделе в общем не так давно blizzard опубликовали какой-то свой очередной финансовый отчет я правильно помню и там буквально было такое заявление что мы работаем чтобы там порадовать нашу аудиторию и создать новый контент выпускать там новый контент стабильно для следующих дисциплин для следующих тайтлов и там hard stone warcraft overwatch что там у них еще diablo в общем все кроме starcraft а ну и на к таку на сайте потом появилась новость потом про это написали в игромании написали на гудгейме тоже что вот мол starcraft а у blizzard в планах нет но мне кажется что это немного раздутая новость скажем так потому что это буквально значит что blizzard просто не собираются делать каких-то новых тайтлов по starcraft у и на мой взгляд они сейчас не очень-то и нужны есть starcraft 2 и и самая популярная ртс современности периодически какие-то командиры для копа появляются баланс обновляют карты делают турниры проводят ну как бы что вам еще надо ребят что вы думаете я пошел поискать какую новость на эту тему выпустил портал mmo rpg su но пока не вижу тут есть роль киану ривза по спасению людей из горящего самолета еще что-то это просто новость но вот как сегодня на этом не помню где на киберспорте тот раскритиковал комьюнити там в dota 2 или что-то ну такое то есть это ну как бы про что здесь ну да как бы просто не будет новых игр во вселенной starcraft а и мне кажется они сейчас не нужны потому что и так blizzard ну ну реально что вам еще нужно вам я лично например не хочу какой-то там шутер во вселенной starcraft а и не хочу квест во вселенной starcraft а потому что ртс это одно и делать там что-то другое какой-то другой жанна меня сейчас ну вот так и правда при всем этом они например анонсируют предварительно overwatch 2 который тоже непонятно зачем нужен потому что просто ну как бы непонятно чем overwatch 2 будет отличаться от overwatch 1 и также непонятно зачем нужен например starcraft 3 то есть вы там что хотите 3d 3d так starcraft и есть у меня очки есть я один раз запустил игру ну типа посмотрел до командный центр объемный офигенно когда-то нейтрон выиграл ноутбук в этом режиме это главное его достижение что хотя бы один крутой чел как-то на нем поднялся вот а что нам же не нужен к это 3d наоборот все про геймеры на минималках играют поэтому ну типа какие-то компании но для этого много уж не нужно ресурсов мне кажется там в основном об этом в отчете то шла речь что ресурсы не будут распределять киберспорт конечно немножко особняком стоит но blizzard и явно ничего не готовы пока анонсит насчет него так что ожидать что там между строк что-то можно прочитать про киберспорте про киберспорт это очень прохладная идея но кстати киберспорт в этом году немножко все-таки так подужали с одной стороны потому что одну из лан остановок wcf заменили на онлайновый wcf winter на global finals вроде бы тоже ужали программу то есть там если раньше играл ну короче меньше игровых дней будет отведено в этом году под добрусь из global finals но как бы в остальном вроде не так чтобы все плохо то есть есть три остановки wcf полноценных лановых есть чемпионат мира в катовице в финляндии сделали вот ассэмблии сам ну как бы все не blizzard сделали то есть просто туда на волне хайпа сара вы решили финны включить то есть надо просто понимать что вся эта история все еще стоит так нормально за миллион долларов и как бы есть еще проблема в том что нету спонсоров то есть даже у кого иконы есть там какие-то спонсоры хотя md например не было в этом году вот то есть blizzard более-менее это проводит на свои получается то есть мы сами проводили мы с тобой знаем что никаких установок кроме тоби да но тоби это не финансовое партнерство на 99 процентов то что я с ними общался спрашивал что зачем это не секрет у них разные прикольные штуки там для людей с ограниченными возможностями какой-то функционал ну типа новый трекер если вы в авиасимулятор играете вы знаете что это такое просто договорились что типа вы нам рекламу мы вам вот оригинальную фишку на трансляциях и мы естественно не можем никак сказать и скорее всего базируясь на том что мне олси говорил еще про riot и про league of legends то есть на самом деле в крупных издателях особо никто не понимает насколько киберспорт вообще в принципе помогает зарабатывать то есть даже riot games не уверены что их расхайпленный там ставящие рекорды по просмотрам ворлдс да и вся эта система приносит им прибыль потому что куча игроков сидят там просто в ранкеде в лоле да у нас строкрафте сидят в аркадных режимах и они типа ну вертели вообще старкрафты особенно если за него сундуки не дают поэтому именно это опасение то есть всегда нужно думать о том как издатель на этом зарабатывает а мы с вами сидим короче на гудгейме смотрим поме в арчесты не покупаем блин пипец чё нету в активизион финансовых отчетов старкрафта может поэтому и нету но я знаю что допустим варивая у них точно акцент на киберспорт и все заслуги в все их прибыли они по сути только оттуда возможно это просто проблема раэтов и активизион призов которые не могут истекать прибыли из киберспорта то есть да не проблема с другом я начал оценках возможно в системе оценок потому что это часто трудно посчитать типа ты заранее не знаешь а чё будет если я да это как мы на ска 2 сидели ска 2 тв и думали блин этаж если мы ска 2 тв и уйдем вообще никто смотреть не будет теперь сидит алекс у него на ю тубе 160 тысяч подписчиков то есть это иногда психологически трудно типа здесь сделать шаг и мы надеемся конечно что blizzard не решатся но теоретически они могут могут что могут а попробуем-ка мы посмотреть что будет если мы перестанем миллион долларов в год тратить на киберспортивные но да и его не будет на садов то точно ничего хорошего будет это понятно но просто ну типа просто если сейчас это работает в минус а будет работать в ноль то ты улучшил финансовые показатели понимаешь вода история об этом речи то что они не хотят вкладывать и мы же не говорим что согнаться это хорошо мы хотим развития когда вот такие сигналы поддаются понятно что хорошо бы оставаться на тех же позициях но никакому развитие речи не идет то есть есть дисциплины которые вкладывают расширяют штата разработчиков и там но там да так смотри здесь что что развиваться допустим что что нужно прикручивать сейчас к старт крафту ну вот посмотрел мне кажется нужно про развивать модель которая явно приносит прибыль другим разработчикам скины кейсы это что тем более сейчас когда сокрафт бесплатный это как-то можно оправдать но никто не говорит уход в небытье просто я о чем говорю есть определенный штат людей видимо это конечно мои домыслы потому что я не знаю точно но есть штат людей есть команда разработчиков так раз они там делают периодически командиров для копа ладов там чекают баланс подпиливают точнее допиливают вот и так далее тому подобное в других играх в той же diablo там diablo 4 если она будет ее надо делать заново там warcraft сервера все дела classic к новый контент новые аддоны и так далее в старт кафте это ничего уже ну не нужно здесь все есть там что новую сюжетную кампанию но нового не зашла как бы и вот честно кто сейчас хочет новую сюжетную кампанию дистанка здесь собравшихся из чатика никто наверное не хочет вот и речь то мне кажется по большому счету только об этом и в том плане как starcraft сейчас функционирует мне кажется он вполне себе ну как уютно устроился то есть есть варчесты и за счет варчестов собираются там призовые фонды на разные турниры есть турнира официально от blizzard есть турниры вроде wsg ассамблея в этом году было множество локальных разных турниров и так далее на самом деле если брать рост цену уровень загруженности у игроков очень даже насыщенный то есть больше турниров туда тоже особо не запихаешь но только если куда-то там межсезонку после близко на на январь-февраль ну это в ноябре там идет home story cup на новом балансе со зоне делают традиционно в январе уже начинаются квалификации на какой-нибудь gsl и а и ну то есть я не знаю зачем сейчас я предлагаю не брать вот именно этот код на потому что он проходил еще при как бы полной поддержки скажем так нужно посмотреть что будет в следующем мы ведь не знаем сколько будет турниров сколько будет pcs а вот еще один сигнал старладдер и vcs опять же может быть кабе что-то здесь прояснит это тоже не говорит о чем-то хорошим скажем так тут большая проблема ну типа для старладдера и для других компаний в принципе это проблема мы и обсуждали за кофейком с близзардами но они говорят что ну но так типа по-другому никак именно что планы такие то есть планов наперед нету один раз у нас были на два года кажется 17 плюс 18 да и и вот сейчас то есть на дворе август а был июль на тот момент когда закончился дабы и все самый есть алекс который сидит там на нифиговой зарплате есть кабе там ну который еще там треть четверть от него и типа люди сидят и думают так но нам надо короче полгода платить за п из контента ну будет какой-то там youtube который 500 долларов в месяц приносит еще хз когда мы их выведем и сколько налогов заплатим с этого ну предположим а потом в январе может выйти анонс что короче все wcs будут в онлайне и ну в принципе там их конечно алекс привести может да но в лучшем случае отобьет свою зарплату то есть starlader очень хорошо можно понять почему им это не надо потому что они проводят по g эту европейскую лигу на кучу сотен тысяч долларов они под проводят мажоры по ксу то есть как бы это все настолько мышиная возня которая ну я вообще не уверен что starlader нужна если включить сюда всю бухгалтерию там заморочки налоги договоры ну они заняли арену да вот единственное что там на два коротких промежутка свой актив там использовали но как бы эта проблема то есть как раз вот то о чем и в чате писали да чтобы какие-то там типа что поддали другим компаниям проводить турниры и так далее на данный момент как раз проблема в том что нет никакого плана ну например по поддержке то есть если эти турниры какую-то поддержку будут иметь предположительно по starcraft второму потому что проводить ланжи очень дорого как бы куча мамкиных организаторов говорят да там сейчас студию построить короче вы представляете сколько оборудование стоит например как в арене висит и это никогда нельзя купить то есть турнирами по starcraft невозможно купить йота арену или киев киберспорт арену или что-то само строительство вот тут даже прикол в том что я не знаю вообще ну типа я просто чел который там про киберспорт писал статьи целый год про бизнес и так далее вот кто-то вообще интересуется понимает как эти деньги как инвестиции работают да и про этот пузырь киберспорта недавно на гудгейме кстати была статья перевод то есть если вы почитаете статьи снега ну который esforce продал усманова то там же все на чем завязано что типа стоимость актива она должна отбиваться там его четырех годовым валовым продуктом и так далее то есть это все продаются обещания вот в starcraft и как бы даже обещаний нет потому что ну типа в сфере где мало зрителей нет прибыли она смотрела ну например на русском языке 10 тысяч в пике то есть как бы нет не не может быть речи ни о какой коммерциализации для того чтобы такие инвестиции проводить поэтому никакого турнирного оператора крупного не будет который будет делать starcraft на свои деньги если денег должны давать близарды то проблема в том что они все согласовывают очень поздно и на следующий год не дают планов и как бы это надо очень серьезно изменить но я не вижу предпосылок к тому чтобы это поменялось и поэтому starlander увольняет алекс типа ну даже там нет не совсем так просто алекс сам ушел потому что ну такой атмосфере это всем понятно что работать смысла нет вот и я не думаю что что-то серьезно поменяется то есть все будет в последний момент на коленках организовываться ну и следовательно будет ставка на турнирных операторов которые на рынке существуют как-то помимо starcraft вот ну и просто остается надеяться что хоть какие-то деньги на следующем году как так у меня было такое чувство по поводу турниров в киеве что их проверить потому что просто в киеве дешевле и это тоже как бы говорит о том что есть некоторые проблемы с финансированием с бюджетами и именно starcraft и для нас это понятно было отлично об шикарные турниры но вот в контексте вот этой вот теории призард starcraft а как-то не очень как бы радужно все это выглядит но типа понятно мы на самом деле конечно не знаем и не можем узнать сколько стоит dreamhack вот то есть мы предполагаем с алексом что ну наверное старладдере было дешевле главное это или не главная мотивация сложно сказать там же могут быть какие-то другие нюансы между двумя компаниями может и dreamhack сам захотел освободить там свою программу хрен его знает вот а что касается размера арены то и в киеве можно не только в киберспорт арене проводить на стадионе просто задача в том чтобы зал типа был полным то есть зал не может быть ну наполовину полон да с точки зрения одних зрителей и наполовину пустым с точки зрения всех киберспортивных сми в мире потому что так звучит хайпой вот поэтому ну просто реально оценивалась зрительская потенциальная аудитория зрительский интерес и так весной из-за того что хреновая была система в первый день там половина пустого зала сидела но к лету пофиксили то есть был зал пола но не было уверенности что можно собрать хотя бы тысячу человек не говоря уже про десять тысяч на каком-то хоккейном баскетбольном стадионе вот так что размер площадки то можно в любой стране масштабировать очень легко но просто казалось что больше сильно народу не наберем но тогда проще делать там где там где ближе проще и дешевле а по факту было много в народу не но по моим ощущениям если мы сейчас говорим про wc самар то порядком там было людей очень даже много но не было такого что маленький зал стал проблемой что не всем хватило места ну я про это вряд ли что-то могу сказать и но по моим ощущениям вот тот зал который там был вполне себе нет проблемой на это было но опять же нужно понимать что starcraft сейчас это не киберспортивная дисциплина номер один и он ну как нишевая может быть в какой-то степени вещь поэтому ну там и не стоило ожидать прям в больших этих аудитории это не как футбол там в профессиональном спорте и даже не как баскетбол я не знаю к чему и чем это сравнить там пузал что-нибудь такое вот что-то более локальное но но не знаю мне кажется там какой-нибудь но в киберспорте это мне кажется сейчас нишевая и очень имиджевая история которая в том числе не дропают потому что это ну просто крутая история что там deep mind да это в целом но для имиджа хорошо насколько долго это будет важным тут нам трудно сказать и мы конечно все мамкины маркетологи но если реально смотреть на вещи по хз но пока работает но все-таки стартап так или иначе и вообще тс от blizzard это какой-никакой рынок какая-никакая аудитория скажем так не знаю были конечно случаи этот марин лорд лилбоу которые уходили в его дочь и так далее но вот просто если сейчас есть определенный контингент игроков как там про сцена в европе про сцена в корее там во всем остальном мире если blizzard внезапно решают что так ладно хватит ребята наиграли штатах но я понимаю что вероятно точно такое же было с хироус и все и так далее но просто на фоне ремастера рефордж на фоне поддержки брудвара в корее ремастера рефордж на фоне в аркаде которые blizzard поддерживают буквально вчера анонсированы сразу три сезона до этого конечно просто не сцена ланов на целый год хотя в общем во первых мне кажется что starcraft будет жить может быть конечно там станет еще больше онлайн еще меньше ланов и я не знаю будет ли это прям сильно плохо будет ли это прям критическим ударом там по сцене вот и во вторых мне кажется что если blizzard откажется поддержки ртс в данном случае starcraft 2 то только в том случае если они будут делать что-то новое то есть мне кажется что поддержка starcraft 2 наступит только конец поддержки стакан 2 придет только в тот момент когда появится какое-то логичное продолжение для тех кто сейчас играет в эту игру то есть так вот ладно все играли стакан 2 вот вам пока в 4 мне еще есть странная но часть оптимистичная тема может быть завершить этот вопрос я читал статью некоторое время назад про мобильные игры и о том как смешно смотрятся на большой сцене люди которые с телефонами сидят на диванах потому что все это пытаются в тиснуть во фреймворк такое же что распор значит должен быть стадион должны быть зрители и все должны топить и что на самом деле это абсолютно ну тупиковый неправильный путь и та фраза в шутку сказано не кем-то что скоро кто-нибудь сидя нас на толчке выиграет миллион долларов она типа не такая уж и неверная потому что весь смысл там мобильного киберспорта в том что ты играешь откуда угодно и весь смысл онлайн и всех этих современных людей которые не особо хотят там общаться с людьми да в реале обязательно и так далее он в этом то есть не факт что нам действительно на самом деле так уж нужны вот эти ланы особенно учитывая что мы в принципе с проблемами собираем 300 человек особенно учитывая что если по чесноку то не так уж хорошо на этих экранах и видно лимиты табличку продакшена и так далее и чатик не почитать и англоязычные комментаторы в уши орут и прожектора в лицо то есть ну вот если честно может быть не так и плохо если все это дропнется ну как бы круто да что где-то там на интернешнале 3d модели проекцируются но правда все равно только для трансляции на герои и типа все это красиво но это не обязательно должно быть в каждой игре мне кажется это кстати фигурировал этот же аргумент если я правильно помню в одной из новости о том что из бит под очередная партия сотрудников уходят вот когда ким фан ушла который ну вот одним из главных людей наверно по продвижению киберспорта близодовского вот там как раз писали в каких-то источниках что сотрудники сами не понимают и не принимают то как новые вот лидеры компании там пит по моему властелица или властелика фигурировало такое имя хочет продвигать как активижен хотят продвигать киберспорт именно как киберспорт как спорт традиционный вот чтобы было как в реальном спорте хотим вот так и многие этого видимо не понимают и не совсем приемлют поэтому ну да может быть скоро мы придем к какому-то пониманию того что киберспорта работает и должен вероятно работать немного по-другому потому что действительно как окупать стадионы людей которые приходят смотреть игры не совсем пока что понятно и вообще до сих пор не очень понятно какие прибыли киберспорт приносит за счет чего он приносит покупать ли когда он вообще выйдет на окупаемость мне сейчас на как-то страшно когда вы говорите что ланы не нужны мне кажется именно ланы поговорят о том чтоб дисциплина здоровая о том что она интересна зрителям вот эпицентры шикарные турниры и они его именно продвигают народ доту и кс и полные залы причем как у кабе говорил что это как раз и хоккейные арены что это тысячи десятки тысяч зрителей нет но понимаешь ланы конечно вопрос лучше славному ли без ванна с точки зрения продвижения с точки зрения имиджа и прочего 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 конечно лучше если ты сделаешь лан и соберешь на него стадион просто в целом лан если мне кажется вообще отбросить такие прохладные история нужен для того чтобы потом когда про тебя будут писать в не тематическом сми и чтобы твои акции выросли им было какую фотку поставить чтобы всем было понятно что это круто потому что ну типа там 150 тысяч на стриме им непонятно или там полтора миллиона на китайском это что такое это много или мало сколько телевизор смотрит я первый канал включаю а там не написано понимаешь а типа здесь вот стадион ну ок это очень большая проблема и например многие говорят ну короче фкс ну российская федерация киберспорта это хрень потому что они занимаются какой-то фифой а реальное киберспортом кстати название своей любимой игры короче не занимаются но надо понимать что просто когда условный дилвиж приходит и общается с людьми в министерстве спорта и виртуальный футбол им понятно то что это футбол но типа виртуальный а что такое дота они хрен его знают они слышали что там вроде кишки надо наматывать да это прохладная фигня вот именно поэтому все с этого начинается и может быть это очень важно было но сейчас уже в принципе слова киберспорт она более устаканено хотя конечно еще все равно не обязательно каждый президент каждой крупной компании потенциального спонсора знает что такое но уже проще но в какой-то момент кому все эти условности их можно будет отбросить потому что он уже сам по себе будет нормальный и самое главное маркетологи будут шарить то есть когда ты приходишь на совещание как продажник ты говоришь ну короче киберспорт мы там стадион не делаем но у нас вовлечение и там президент будет горит чё чё какой спорт а у меня вот сын в теннис играет ему директор по маркетингу скажет так погоди погоди я тебя потом объясню все нормально давай мужик рассказывай вот и в таком случае но со временем это неизбежно отпадет и ну на самом деле уже даже сейчас люди не так парятся там знаете традиционным имиджем чтобы типа чел там был ну есть стримхат и дреда да и они как бы продаются например а пафосные наши турниры по старкрафта нет и так будет и дальше то есть за условности люди будут все меньше цепляться и отчасти это хорошо потому что как раз можно будет перестать тратиться на стадионы а если можно перестать перестать тратиться на стадион это принять решение о том что мы хотим поддерживать киберспорт своей игре будет проще то что дешевле кстати да мне кажется что финансовый фактор очень такая серьезная тоже мотивация и ну да я думаю что мы на самом деле уже довольно это так обсудили хорошо ему перейти к другому вопросу который соприкасается с традиционным спортом очень сильно вопрос национальных сборных подождите давайте еще обсудим чест который вышел недавно я об этом ничего не знаю ну а я сейчас показываю на стриме как вам скины я вот и сегодня уже отметил для себя прекрасный недавак с длинными соплами очень красиво по ну что скинсы ну как бы да хорошо вот как раз к вопросу о монетизации старкрафта ну скажем так явно не то что мне нужно в игре не испытываю никакой особой радости от покупки обликов вот кстати терминские скины прикольные вот эти с обводочкой многие с ними сейчас играют на gsl против мира ну да надо признать что последнее время скины стали получше и это довольно важно но если на них кто-то хочет зарабатывать еще скины раньше не форсились на турнирах но теперь наконец-то догадались сделать гейм харти чтоб они не были видны игрокам вот могу немножко похвастаться и сказать что идея принудительно включать скины на турнирах для игроков принадлежит мне может быть она и параллельно существовала но на мой взгляд это очевидно очень важная инициатива которую blizzard и стали использовать то есть показывать у вас есть типа площадка у вас есть продукт но вы на ней его не показываете почему потому что ну теперь это делается может чуть проще будет зарабатывать на киберспорте потому что хотя бы по крайней мере более прозрачную что вот у нас сроки турнира стрим вот у нас типа продажи какие то есть да ну как хорошо никит ты что скажешь про скины ты какие-то используешь тебе что зубовится да нет я по я одно время использовал скины особенно эти черные здания а потом что-то я включил забыл по них потому что надо включать и как-то лениво вроде бы так что в целом не знаю наверное вообще скуплю чисто для поддержания starcraft но чтобы прям использовать нет потому что я говорю меня их надо отключать и как-то ну теперь тоже не надо отключать сейчас уже не надо но оставить их тоже надо лишние действия проявлять не хочу и него короче тебе нужен специальный менеджер по скинам кстати да я вот хотел еще к прошлым вопросом то что насчет скинов мне кажется у глизабов очень плохая по этому поводу политика то есть они очень плохо используют ресурсы как раз таки скинов они могли бы это делать куда лучше то есть я уж не говорю о том что то что и вот эти вот компендиумы которые приносят просто огромные огромное количество денег что есть маркет который все-таки как-то заставляет реку покупать скины то есть так афти вот реально за этими человека который зашел стакат и купил скин он не купил ни там не командира на кого он там не купил не не этот не был участвует как он там называется он купил именно зашел и купил скин за 200 рублей я думаю таких людей нету серьезно может быть есть на единицы и в этом плане как-то я бы стал я бы пытался развивать именно этот рынок то есть может быть какие-то может быть вот эти вот вообще 100 почаще делать то есть не два раза в год она и им готовятся и на global finals а там не знаю просто может быть даже на обычный WCS там два раза больше призовой фонд сделать я думаю что в целом они окупаются они должны окупаться потому что ну довольно много людей покупают я не думаю что они уходят минус этими а часто мне кажется есть проблема с тем что они их пачками выпускают и если ошибаюсь их можно купить отдельно но там что-то типа знаешь цена порядка если ты купил час там же 100 рублей на раз купил все скины а ты можешь за 600 рублей купить три скина которые тебе были нужны я не думаю что кому-то это особо интересно понимаешь как раз таки вопрос того о чем я говорю ранее то есть надо полностью пересматривать политику мне кажется скины можно форсить ну вот форсить покупку скинов именно каким-то интересом в плане того что вот у тебя есть скин и он реально что-то стоит то есть ты можешь пойти как доте и подать его в магазине и больше интереса придает мне кажется это все они просто ты купил картинку которая на самом деле европавец сильно скины старкарте они очень дорогие то есть откровенно чтобы купить 1 скин на 1 вылетать и 500 рублей потратить ну может быть не так много конечно но если посмотреть что ты хочешь полностью свою расу до купить это надо много денег потратить на такую вроде бы несущественную деталь которая не может быть не так хорошо реализована скин например не самое хорошо качество мне кажется на самом деле что вот это вот вся тема ватчерсты облики и так далее это такой своего рода аналог подписки что ли я одну типа как на netflix или там какой-то amazon prime то есть ты как бы говоришь окей я еще с этой игрой вот какое-то время я покупаю этот ватчерст ну потому что мы же все равно понимаем что в есть вот в этом подтекст поддержать игру я думаю да и пока люди это делают пока они это покупают сколько бы он там не стоил какие бы там скины не были какие там комплекты не были это дает понять что у игры еще есть поддержка еще есть сообщество и что опять же возвращаясь к предыдущему вопросу бросать ее наверное еще не стоит ну мне так кажется то есть вообще я вот думал опять же про вопросы но так размышлял немножко просто монетизация окупаемости и так далее даже в контексте команд ими кажется что вот система подписок это довольно таки такая хорошая модель которая позволяет раскручивать какой-то продукт в зависимости от того ну и поддерживать его в зависимости на волна за что в кайк life это сильно выстрелила но быть конечно помогало но видимо просто квейк сейчас нужен в меньшей степени чем хотелось бы просто но по сути вот эти вот все я ведь я небольшой вообще специалист по доте на правильно понимаю что компендиум что это это ты покупаешь грубо говоря какой-то контент себе набор сервисов по сути да то есть ты по факту платишь определенное количество денег вроде 500 и 600 рублей и ты играешь ранки ты играют подобные в общем гаи в гу ты получаешь кодового залива ты получаешь сам скины какие-то там озвучки новые какие-то скины там на консоли и так далее это все подряд что battle pass в других играх по сути и кроме этого ты можешь я так понимаю еще поставить на результаты матча и типа да 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 ты там что-то тоже получить ну да ты получаешь больше ловилов но в общем очень много интерактив всякого классного и вот это это наверно пик как это может быть реализовано и мы собственно видимо что это уливается к этому призовочисту интернешнала просто нереально большой и вот стакать я думаю что можно было бы в этом направлении работать я кстати хотел такой момент отметить вот я об этом задумался что все таки у нас действительно сейчас есть два вот этих вот ворчеста которые выходят два раза в год и без арбах делать значит они приносят какие-то понюшки и если представят то что в следующем году они скажут что все доблый сайт доблый сейчас не будет мы деньги с на карте вкладываем то у нас как бы есть очень глупый вариант что они скажут что по честному тоже делать не будем потому что зачем надо если ничего никуда не можем приключить а с другой стороны может быть станции какие-то униры которые будут спонсироваться именно деньги игроков почему бы нет но он еще есть платформа типа матчериня которые специально для этого сделаны ну да мне кажется что в плане ну у то ты такие призовые все таки потому что в нее очень много людей играют и там большая очень годовая база насколько я знаю насколько я себе представляю вот со старт кафтом это сложнее ну потому что об этом много говорили что сама игра сама по себе но она менее как сказать наверное можно сказать что она менее фаново это все-таки больше для тех кто любит какой-то челлендж кто любит пострадать немного отдает себе но в этом отчет либо кто просто любит но стратегии не любит моба игры и так далее в этом плане здесь как ни крути аудиторию игроков ты сильно уже не увеличишь в старт кафте а вот аудиторию и это как раз к вопросу о том что вот честно можно заблокировать когда ты смотришь стримы тоже очень грамотно по моему сделано в плане продвижения именно как зрительского продукта я думаю вот это вот то на что нужно налегать то есть ожидать какого-то притока игроков в эту дисциплину уже особого смысла нет но серьезного притока а вот приток зрительской аудитории вполне возможно и вот именно продвижение может быть чего-то для зрителей может быть какая-то поддержка там отдельных кастеров турниров и так далее может быть что-то на этом завязанное может стать способом улучшить позиции строка авто на данный момент кастеры получают информационную поддержку в основном но помимо естественно контрактов на ивенты то есть типа как весь из себя официальный кастер я могу там репостик получить время от времени это на самом деле полезно потому что это очень сильно поднимает просмотры но там типа если у меня вышло одно крутое видео в мультяшках а потом еще 2 еще более крутых игры в мультяшках я их тоже скину мне скажут слушай но мы твои мультяшки уже недавно вешали у нас там надо все таки как то чтобы разнообразный был контент чтобы не было ощущения что мы типа 1 чувака форсим поэтому сорян поэтому у меня на матче попроще просмотров сейчас два раза больше чем на матче типа покруче вот так что ну это лучше чем ничего на данный момент это так работает я не знаю как должно то есть понятно что все мы мечтаем чтоб нам типа платили на контракте как wargaming но тогда наверное еще нужен анальный донат как в варгейминге при этом проводить планы огромные там приезжали бы на турниры о спринг как вот будет беларуси на турнире по танкам пока чатик отвечает я хочу обратить внимание что сейчас в официальной группе 100 кафта в вконтакте нету новости провод то что сейчас идет gsl против мира пример давайте перейдем к следующей теме как кабе хотел обсудить nation wars и так мы и сделаем собственно и я сейчас хочу показать забавную картинку которая будет и приятно скиллазу прежде всего это ладерный рейтинг участников сборной опять по больному да с огромным отрывом лидирует никита сейчас бы крит сказал да это просто меня нету я за рейтинг у нас в чатике и говорил что он играл уже очень недавно ну я на самом деле не знаю по моему все что мы сейчас тут можем обсуждать это кто в этой сборной в итоге будет потом может быть я не прав поправьте голосование заканчивается восемнадцатого часа до ну то есть результат буквально же точных нет насколько мне да буквально там пара дней и на самом деле глав как раз кто будет в этой сборной сумеет ли туда ворваться медоед окажется ли там рейл или у нас все-таки будет состав ну наверное объективно самых сильных игроков на данный момент вот как вы думаете по вашим ощущениям кто все-таки в этой сборной окажется я сейчас про сборной россии потому что ну на самом деле с украины мне кажется все проще проще там уже сейчас это можно сказать что скорее всего будут блайк кассы хелл рейзер как игроки самые известные и в нашем сообществе и в западном сообществе я думаю что аверс все-таки еще и гост хелл еще не дотягивают до них по уровню популярности а вот со сборной россии у нас самого начала были ну такая накаленная напряженная ситуация потому что ну скажем так разделилась сообщества кто-то топит за медоеда ну подписчики в основном я думаю медоеда считают что он заслуживает право поиграть на этом турнире как популярный человек как человек который умеет делать шоу другая часть сообщества топит за ребят с наилучшими результатами турнирными скажем так наиболее скилловых игроков и все сидим в ожидании кто же все таки пройдет это зрительское голосование как вы думаете когда что ты думаешь я бы не исключал сценария что медоед может пройти вот я в принципе думаю что очень высокие шансы у никиты пройти но скиллов с вами честно говоря мне сложно оценить кто тут более известен зрителям я думаю что в основном и самая большая доля нашего комьюнити знает и формирует свое мнение наверное от стримов алекса и какая-то часть от медоеда данными да я тоже летсплейщик в основном вот скиллов с вами тут спорный такой момент но наверное за никиту как мне кажется должно быть больше голосов браток по моему сто процентов пройдет просто потому что он браток но вот и с третьей позиции опять же будет ли это второй из пары скиллов с вами или за рейла я не думаю что много проголосует в конце концов там при всем уважении это человек который сидел на 17 зрителях на твиче при том что стримил 24 7 да то есть он типа вроде клёвый но у него как-то нету четкого имиджа то есть раньше у него был четкий имидж но плохой а сейчас как бы вроде никакого нет многие слышали про инактив я не особо верю в теории типа за кинкобру по фану могут по голову поголосовать ну и здесь просто я почему на самом деле хотел с предыдущей темы перевести сразу на эту напрямую без пауз потому что здесь точно такой же вопрос в подходе то есть и и выкупаемости и так далее здесь надо понимать что когда чуваки делают nation wars там с поддержкой от blizzard на все равно на спонсорские деньги они рассказывают насколько популярные люди у них играют и на самом деле они ведь именно потому делают вот эту дебильную систему где голосовать надо каждый день для того чтобы более медийные чуваки получили больше голосов гарантированно потому что они не хотят написать что у них играет милка у которого там 6 200 ммр они хотят написать что у них играет медоед у которого 40 тысяч подписчиков или сколько там вот и их можно понять то есть проблема заключается только в том что в каких-то странах такие люди есть да в каких-то странах есть только нормальные игроки которые там пройдут и ну и порвут собственно таких ребят как им канинг медоед и так далее но в принципе если бы везде были во всех сборных подобные вот ребята или по крайней мере максимум инфлюенсеров бы прошли алекс бы зарегался как бы не факт что этот турнир был бы таким уж плохим просто возможно мы не должны к нему относиться как чемпионату мира нам хочется потому что другого у нас нет может быть было бы супер круто если было два параллельно но наверное это слишком дорого я не знаю вот но в сущности то есть этот турнир наверное по задумке должен быть чем-то типа шоу-матча по футболу знаете где играет шумахер марадона там короче престоирел и какой-нибудь хуан-себастьян верон и так далее и так далее и типа ты лучше посмотришь его чем матч там какой-нибудь не за испанской премьеры потому что ну вот типа ты хотя бы знаешь кто это в отличие от всех игроков тех двух команд просто наверное для этого тогда нужно было бы более четкие условия создать там ну не знаю ограничены поставь ты минимум по количеству подписчиков тогда кто тебя интересует то есть непонятно как создать систему где одновременно типа не будет серола да у которых у которого тоже очень высокая популярность и будет медоед то есть мне кажется не факт что так уж плохо и на самом деле мне не очень нравится что ставят в вину медоеду типа куда ты лезешь ты там козел нашу сборную портишь но ему почему его это должно беспокоить у человека есть свой канал у него есть свои интересы свои зрители которые как бы ждут него что он ну типа он позиционирует себя как игрок что он попытается попасть в сборную он пытается типа не хотите его там видеть не голосуйте вот но как бы если мы оцениваем с точки зрения силы то лично мне не близко со всем системам я не буду голосовать каждый день ну блин камон вот и поэтому конечно было бы круто короче если система была явно или для сильных команд или для популярных людей то есть с одной стороны должен был бы быть минимум ммр или например от страны там не знаю чтоб топ-5 могли только регистрироваться либо нужна была бы система где наоборот было бы ограничение по подписчикам у нас получается какой-то странный микс но мой главный поинт заключается в том что во первых для организаторов это ок но с другой стороны как бы это уж точно не вина игроков которые смысле не должны реагаться захотели и зарегались да я хотел сказать то что вообще если так думать что действительно на самом деле турнир он именно такой больше ну скажем фановый в том плане то что игроки боятся голосованием очевидно что у кого больше медики это пройдет в любом случае даже если было бы какое-то более адекватное определение по рангам ты должен был быть действительно игроком с каким-то уровнем то есть чаша в правилах написано что ты можешь быть в гамеле на любом сервере по факту в любое время вообще это именно сами может с кем подделать потому что там абсолютно не проверяют вот так вот к чему я к тому то что если бы хотели сделать турнир именно чтобы это был vcs но для стран то было бы квалификация был бы какой-то турнир как бы квалификация думал провести не такая большая проблема без без каких-то призов чтобы пошли вот действительно самое сильное так что тут в целом все закономерно в целом ну если проект медоед посмотрим что будет не знаю мне конечно отмаза медоеда будут таким уж плохим шоу на самом деле да ну мне больше говорю мне больше вопроса именно к геймингу в плане организации в плане формата мне кажется над этим можно было чуть больше поработать но здесь я думаю кабе эту тему достал достаточно полно что если ты хочешь нагнать хайпа если ты хочешь накрутить там просмотров хитов и так далее можно надо инвайты тебе просто дать и типа не париться да или дать там два инвайта а третий пусть определяется по голосованию по голосованию то точно пройдет самый медийный человек но при этом тут еще интересно что мне кажется что очень мало какие сборные на самом деле втыкаются вот в эту проблему что нет должен поехать вот эти люди не должны поехать поехать еще не скоро должны играть и америка в основном тогда да да потому что во всех остальных странах ну там такой проблемы нет в америке там просто есть ряд мемных прям ребят вот вроде кто-то маканинга фатончик или кто он там и и натаниас как-то нас оказался в составе сборной вот а во всех по моему они натаниас ну и натаниас тоже был тоже да да просто роттердам входит в топ-3 я так понимаю пик входит в топ-3 да муслим с большим запасом туда входит поэтому проще что у них это совпадает ну вот роттердам кстати сейчас а кто там играет в неделю нет в нидерландах топ-3 наверное сейчас это ютермал харстом и ага хам во всем этом случае хамы и роттердам я так понимаю там спорная история ну да я еще слушал то что ред кстати сейчас довольно неплохо играет до 6300 он в твиттере там что-то просил по этому поводу что устроит 200 рачей еще быстрее чем раньше но там в любом случае наверно не такой большой раз разница по скилу между этими вот претендентами на третьем место чем у нас допустим вот германия конечно повезло вот у них хиромарин сидит себя стримит много смотрят у них ботоводи выбирать должны его но хиромарин хиромарин под при всем при этом это как раз пример того наверное как игрок в плане медийки должен работать на потому что я его очень много смотрю ну фактически что я смотрю вечером либо касса либо хиромарина обычно вот сейчас хиромарин и у него на самом деле для меня как для терна очень интересный стрим потому что но он там конечно подрывает периодически но он прикольно объясняет все там периодически чего-нибудь показывает видеть тестере у него интересные комментарии он комментирует на немецком сначала потом на английском он очень скиллово поиграет и если прошлом году его там смотрела человек 400 то сейчас он набирает по полторы тысячи по моему и это как бы вот очень круто и при этом вот шоу-тайм допустим здесь только не стримит и кто там другие немцы тело столько людей по моему не собирает и вот хиромарин это в этом плане прям очень показательная мне кажется мне кажется но опять же мы затягивали эту тему как вообще можно и можем может ли сам игрок себе накрутить медийку потому что насколько я знаю тренировки со стримом и тренировки без стрима это вообще совершенно разные вещи пеники тут как скажешь ну только человека зависит но безусловно они влияют очень сильно особенно когда ты не часто стримишь вот например мне очень сложно стримить у меня конечно и проблемы нового типа то есть у меня и компьютер слабый у меня и тренд плохой и все лагает и как бы я стану включая когда у меня становится плохо то что у меня пинга больше и фпс поседает в целом я думаю что в хороших условиях если прямо на тренироваться хиромарин именно стримит то что ты каждый день сидишь каждый день стримишь каждый день играешь я думаю можно нравится практически чувствовать другое дело то что опять же если мы берем того же хиромарина у него есть одна проблема я не знаю связано ли это со стримом или чем-то другим у него вот он играет лада и он играет тони абсолютно одинаковые игры это как конечно может быть и в плюс иногда но в большинстве случаев это именно конечно недостаток то что я смотрел то что он делал степом и я на ладо играю это вот одно и то уже абсолютно никакой разницы нет тот же билд те же флаг и те же действия ну просто по блокнотику играет не знаю да ну вспоминается хэппи в его пребывание в старткрафте тоже мне кажется это просто его видение игры вам такой вот адепт макро и того что нужно соперника перемак рить перемик рить перри играть позиционный так далее это его видение и он на вот таком ключе себя видит и в таком ключе понимает игру может быть в таком ключе понимает это слово вот да я туда еще добавил еще что форматом nation wars он все-таки позволяет как бы добиваться успехов в сборной если мне есть какой-то слабый игрок то есть если есть допустим два сильных один топовый тот третий может быть даже стримером и чисто для фана для хайпа туда попасть поэтому я думаю что ничего страшного не будет если не дает будет в команде главное чтобы прошли сильные игроки которые бы его одну затащили то есть чтобы не было у нас три участников которые по фану кругу говорят не дает ферди там и кто-то еще то есть вот это будет провал но если будет кто-то один из них то будет принципе все нормально и много от этого не изменится но тоже на самом деле не очень однозначно потому что потенциально то каждый игрок может решить что-то например ну это довольно редкая ситуация в современном на старт кафте но допустим раньше на той же пролиге были игроки снайперы ну и там в любом клан варе грубо говоря может быть у игрока такая роль как снайпер пример был и помню в какой команде в sc2 играл за мвп что ли играл такой парень как браво корейский вот и он был тером снайпером то есть он убивал терунов вот играет мару мару никто не может вынести а браво который ну никогда там ничего не не выигрывал никаких турниров не доходил там до финальных стадий выходит и убивает вот или например в том же варкрафте там был американец шрик у него ник был он был снайпером под конкретную карту то есть он всех обыгрывал там на lost temple и поэтому даже один игрок потенциально может зарешать то есть там если условно говоря какой-нибудь харстом у которого лучшая pvz в европе это там потенциальный козырь в один допустим против сервала да и если у тебя этого харстома в команде нет а вместо него но все-таки человек намного ниже уровнем то это значит что ты против сервала решаешь решаешься каких-то инструментов то есть на самом деле это может повлиять и весьма вероятно что повлияет но сложно сказать задание вот то есть но мы же все хотим и с точки зрения простите сейчас с точки зрения зрелищности даже для зрителей одно дело смотреть на человека на стриме когда он играет там на ладове или где бы то ни было с примерно равными соперниками другое дело смотреть когда стример выходит против все-таки профессионального игрока потому что я помню мы те же матчи америка против украины когда натаниас американский кастер играл против блая и там через какой-то медленный мех очень сайфовенько выползал очень медленно так даже одну на вторую базу что там строился блай приходил и убивал но это было скучно да я хотел сказать то что надо понимать все таки то что вот если мы берем пример таких вот сборных здесь какой-то сильный игрок по типу сборной финлядин где есть целый а есть там два игрока там 6000 может быть да чуть ниже у них есть целый а улевая сборная россии в том то что у нас нет цена и нас есть очень неплохие игроки которые могут показать хороший результат но проблема в том то что ну например у нас там есть топ-1 по глазам баток баток он может он кинуть сборную кто там есть какой-нибудь аргентина да но если сборную аргентина пошли а потом попадается что кто-то посильнее и у нас никогда не будет такого что вот кто-то один возьмет и и эту сборную выиграть если у нас будет три человека например то попытаться может может быть там один и кто-то это жмется другой там 20 мы как-то еле-еле пойдем дальше но вот прямо чтобы рассчитывать на то что нам хватит и небольшого количества рукав к сожалению мне кажется на данный момент нельзя рассчитывать на такое это кстати вспоминается история как не я ничего не говорю а вспоминается история опять же если касаться командных матчей это я подкасте этого нас туч услышал может кто-то знает он этим ликвиде раньше писал пустака потом там серию подкастов записал и он как раз говорил что на gstl корейской лиги команды в свое время было ну там разные команды были но показательные примеры это фау ю фарау утопия и как кто не были олдер газ что ли вот и как они подходили к своим матчем олдер газ это была команда там играли mc если я правильно помню кто то еще не стана а да у джиннины шанс ну я забыл вот mc какие другие игроки он говорил они всегда ставили игроков по скилу то есть самый слабый выходил первым потом сильнее потом сильнее потом сильнее а фарау утопия они делали умнее они вставили игроков там конкретно по карту под карту конкретно под соперника чтобы кто-то там кого-то выбил кто-то вышел на удобную карту и так далее так далее так далее и как раз вот в таком контексте очень важен каждый отдельный игрок и очень важно как раз этот матч спланировать там кто куда выйдет кто что-то сделает и преимущество игрока который играет более-менее профессионально или там на сто процентов профессионально как раз в том что он заготовку может подготовить и можете на необходимо достаточно высоком уровне исполнить я мне кажется что в таком формате это как раз самое сильное его преимущество поэтому даже один слабый игрок заметно слабее чем остальным спорной на самом деле подрешать может но опять же да я в этом плане в плане того что не дает ну его точки зрения все дела правильно согласен с кабе это его право попробовать и как бы пройдет ну значит пройдет я просто до пытаюсь подготовить чатик и вас потому что не дает от скорее всего пройдет и чтобы это не было такой на травмы на почему ты думаешь что пройдет потому что огромная медийка и я думаю что вот этим обсуждением разные мемы странишь против медоеда и остальные мы только подогрели интерес и помимо и вот на аудитории еще будут те кто захотят паровлить как и там рубля в америке вот как проголосовали или как у нас голосовали за сливку того же самого то есть шанс есть и он очень большой я просто хотел к слову к сливке оценивать я очень честно считаю то что у него невероятно большие шансы чтобы он прошел потому что если мы берем помидейки мне кажется сейчас это что-то типа браток не беру меня это вообще потому что я не могу представить насколько небольшой канал сколько много зать его будет это браток это наверное потом что-то типа меня наверно потому что все-таки я успел посвятиться ваня ну и дальше все остальные таки и я думаю что за счет того что он так далеко пошел на wc winter очень-очень-очень много европейцев первую очередь европейцы ты со мной на самом деле двигатель того кто голосует вообще наши рост они проголосуют именно европейцами в целом все кто голосует вне с региона они будут за этим называете западка и еще может быть кого-то не там одним глазом что они увидели может быть там и кого-то увидели другого и вот так что я очень опасаю что именно вердос будет и может быть увидели то скейн что он там написал что-то типа буду играть начал вас под пивас компьютерным клубом или что-то такого плана ну как бы я лучше пусть медает пусть медает играет но я больше у нас может он это может у него пьяный стиль там какой-то специально заготовленный на самом деле мне кажется что тебе никит как раз твои достижения вот в этом году должны хорошую службу сослужить потому что все таки выход в челенджер серьезно это то что показывают по старкравтерскому телеку в конце концов и должно как бы помогать и мне кажется на самом деле что вот европа и прочий мир должны наше сообщество в этом плане перевешивать мне кажется поэтому я все таки я все таки насчет шансов медоеда но довольно таки скептич скептичен скоро мы узнаем и обязательно поговорим об этом возможно и пригласим победителей собственно говоря если это будет не дает то попробуем тоже его пригласить пообщаться все-таки погодите позвращайся к этому кто вы думаете будет в сборной вот антон ты кто думаешь пройдет голосование топ ты скиллос медоед и strange кабин и что думаешь нет я думаю что скиллос медоед и браток никита ты что думаешь точно браток точно strange и наверное точно медоед а я скажу скиллос я скажу наверное strange и я скажу что браток мне вот так кажется посмотрим кто 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 из нас окажется прав не веришь что медоеда сергей ну как я может просто больше верю в других не знаю не знаю опять же ничего не имею против попыток медоеда пройти до 1 скоро мы узнаем кто был прав завершение рубрики хотелось бы у скиллоса еще спросите если он меня слышат конечно кивни так окей у нас будет на проблемы со связью ты писал недавно в твиттере про то что тебе предлагали то ли вступить в команду которая организует договорники то ли просто у них поучаствовать что это было и расскажите нам пожалуйста на самом деле может быть немножко приукрасил но в целом как все было чуть не пишет твиттер значит мужик такой я привет я скорее вот я построю компанию компанию без без какой-то конкретики я построю компанию корейскую хотим делать команду а еще в этом спрашивать какие-то вопросы такой ну да да тут столько туда-сюда ну окей мы тебе можно так 2 деньги 500 баксов месяц круто замечательно отлично раз тебе нравится давай продолжим общение в телеграме ну ладно пишем в телеграме и в общем общаемся мы общаемся и тут я знаю то что я должен будут как раз таки делать какие-то подставные матчи такой почему он как-то так это завалировал в плане того то что ну там ты должен нам будешь сказать что тут будешь играть на этой карте где-то будешь и там и так далее такой не понял давай тебе объясню и так реально он мне пытался объяснить раза три шлягу не спасибо потом там еще был до этого момент он говорит ну начал мне торопить говорит так как я человек который отказывается очень плохо я как бы не могу сказать человеку блин ты предлагаешь иди отсюда ну я подумаю до завтра потому что мне не хотелось на конфликт я думаю давай 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 такой нет и в итоге я ему сказал извини пожалуйста но это вообще абсолютно не то что хочу делать и до свидания но как я понимаю и чего я сейчас думаю то что скорее всего хотел меня именно развести чтобы сделать какое-то 3d2 на именно на WSS и потом слиться потому что я думаю что если бы человек реально хотел бы сделать какую-то команду и пригласить меня в качестве игрока чтобы я сделал какие-то постальные матчи он бы ну скорее всего ну была бы какая-то инфа помимо того что у меня есть ну и в целом мне такой осадок очень приятно потому что во-первых не так много поступает и все таки когда у тебя что-то такое есть и пишут мы сейчас деньги дадим ну как-то очень неприятно когда все так облавывается потому что по факту ну меня хотят развести непонятно на что ну или конечно то что кто-то мог согласиться это тоже очень стрёмно не знаю надеюсь никто потому что связывается такое это абсолютно не то что сейчас тем более старкафту поможет и какие-то ты была скандала это всегда не на руку тем кто играет интересно то что если предложили тебе то и получается предлагают другим и не факт что другие не отказывают да это чем я сказал но здесь ну да на самом деле кстати интересный вопрос и в том числе интересный потому что как вообще сейчас функционируют команды профессиональные команды по старкрафту потому что опять же недавно начал задаваться этим вопросом вот еще когда была эта история с вулф пак команды в которой никита был и что там в итоге началось я уже подзабыл в общем то ли они за оплаты перестали выплачивать то ли начали кому-то угрожать такать была веселая история с менеджером да там не было я хотел кстати опять это что там не было ни киколи заплаты у него то есть все уплачивая стабильно там именно был вопрос то что был конфликт с менеджером главным из игроками и там менеджер очень главный который сам исполнится очень красиво поступил он кикнул посередине хомстро к по последнего части игроков потом эта часть игроков вернули в команду кикнули шадоуна хейтми и инзейна потом шадоун оказывается кинули по ошибке потому что все детали контакта исполнял стабильно потому что ничего не делал да а инзейна сказали то что он может вернуться но он такой нет спасибо и ушел молодец вот ну и в целом потом все таки а все нехорошо и команда полностью развалилась но сейчас будет спак спонсирует меня и гумфу банду вот отличный спонсор но это понятно вот и как раз вот это вот момент с личным спонсорством он мне во многом ну как не то чтобы интересен но вроде как показателен потому что на за последнее время у нас что произошло marine lord не продлили наверное с ним контакта гейминг он сейчас без команды бай прекратил сотрудничество с вендиго нерча покинул состав мейкер и так далее тому подобное опять же вульф спак персональный спонсор вопрос кто и зачем сейчас содержит команды по starcraft у и могут ли они быть вообще в принципе я не знаю прибыльными или как они вообще должны работать потому что продолжая идея сейчас много коллективов которые мне кажется они вот как раз как ты сказал это персональные спонсоры то есть это какие-то люди которые ну тратят свои деньги на starcraft и соответственно когда им это надоест вся эта история с командами кончится и вопрос то могут ли команды сейчас ну как-то или хотя бы в отдаленном будущем себя покупать что не так сказать я предлагаю обсудить не в этом составе дал никита пусть это говорит но вообще я хотел бы анонсировать что у нас будет отдельный выпуск мы пригласим менеджеров команды снгшных и раскроем эту тему какая-то это все происходит у нас да никита не могу говорить мне просто не слышно это что хотел сказать насчет окупаемости проблема в том то что на том уровне где команды должны где команды нужны в первую очередь они абсолютно не окупаются это абсолютно меценасство то есть на уровне наверно меня уровне там абсолютно любого такого же игрока и у команды к сожалению не окупаются только меценасство то есть ну вы спак я не думаю что там деньги получает за чисто товарищу нравится старкафт он его поддерживает то же самое там с iron chain я знаю там некоторые инсайды что там и как тоже абсолютно меценасство возможно после того конец инкерс обединились там что-то поменялось то то что конкретно меценасство и зимба то же самое что там еще куча команд все что не знаю какие-то еще а вот именно команды которые наверное может быть даже приносит какую-то прибыль или как минимум работать не убыток я думаю что это вот топ-топ-топ это го где рейнер что там еще есть эндс наверное вот такого плана тима но надо понимать какого надо быть уровня нужно быть именно чемпионами европы чтобы тебя в такую команду взяли или около того либо надо быть очень популярными дина как например хермарин то есть можно посмотреть у него до сих пор контракт с маус я думаю что они вполне себе довольны особо сколько уже 8 или 9 лет держит но тут очень сложно и я говорю поддержка от команд первую очередь нужно игрокам которые не могут полноценно себя содержать не могут полноценно фултайм тренироваться именно на такого около топ-уровня но к сожалению таких команд не очень много и такие команды не особо часто появляются к сожалению потому что не все там получают по 20 1000 в месяц и готовы там лишние тысячи делиться понятно но как антон сказал видимо эту тему подробнее мы будем раз да может быть копей что на покупаемости конкретно по старкрафту как бы я не общаюсь но мне кажется предельно очевидным что команды не могут себя окупать за исключением ну да самых топовых коллективов типа liquid что касается нс я даже не уверен но то есть для них сэрл это медийная история например вот там гао и так далее есть по моему это просто приставки к другим дисциплинам потому что видимо конкретно для этих руководителей этих отношений которые они выстраиваются своими спонсорами важно чтобы на страничке команды был там не только кс или там для каких-то организаций лол но и что-то еще вот то есть они или так думают или так и есть что типа это их спонсорам важно а так то конечно сомнительно ну потому что это же все строится от медики от показов это все рассчитывается количество то есть вы наверное вообще все слабо себе представляют как выглядит отчет команды перед спонсорами то есть ты присылаешь в конце года или в начале следующего презентацию где у тебя есть табличка которую ты составляешь в excel в которой рассчитано количество контактов она зависит от стримов количество стримов средней аудитории количество турниров где он сыграл в сколько их игровых дней и так далее это все обосновывается и в конце есть одна большая жирная цифра количество показов ну и мы должны понимать что любой популярный hero marine там за весь год имеет столько сколько ниндзя на один стрим вот и ну типа камон понятно что скажем серьезную зарплату окупить нельзя может быть ликвид окупает просто за счет общей истории он точно не может разделить и как бы точно не знает если он завтра кикнет ману там и термала то это и ло люди на тем ликвид продолжат заходить или кто-то перестанет но как бы постольку поскольку весь в целом проект работает да и ликви педия на волонтерах держится вроде в целом всем все норм там лига легенд миллионные слоты в американскую франшизу и так далее но как бы и и нормально вот starcraft организатор любят сам раньше играл ну типа и нормалек поэтому конечно для большинства команд и особенно для тех команд как правильно никита сказал кому это нужно для них окупаемость невозможно насчет тимиклида там действительно там я думаю что окупаемости точно нет никакой там именно из-за того что на сгул когда-то играл starcraft и именно starcraft они начинали я думаю что из-за этого только тем ликвид одежды до сих пор возможно возможно мне почему-то вспомнилось как много лет вот когда кабель рассказывал про отчет перед спонсорами мне вспомнилось как много лет мы еще в варкрафте пытались найти спонсоров там такие письма типа вот мы прошли на лигу эту там какую-нибудь и нашим варкрафт лиг главная российская лига по варкрафту призов конечно там нет но игроки у нас ого-го да это боже сейчас конечно все с этим же на самом деле только типа ну возьми т2 по доте когда там я в контактах висел в паблике rocks of меня все время писали у нас короче там кс гостак у нас дота стак возьмите нас и это как бы абсолютно то же самое потому что типа турики т2 по доте смотрят еще меньше чем турики по старкрафту и как бы они точно так же совершенно бесполезно но для медийки там для организации чтобы повысить окупаемость они ну абсолютно ничего не дадут вплоть до того что мне писали чуваки которые играют в как его господи point blank чемпионы мира которые получили путевку на world's они сказали что нам иного оплачивает путевку на world's и все что нам нужно от вашей организации это чтобы вы нам оплачивали там обязательный донат которые нам нужны но там на голдовые патроны или как это работает и это типа 2000 рублей в месяц и брюс сказал ты нахер они не нужны как бы это ничего не даст даже эти 2000 рублей нам просто ничего не дадут это выброшенные деньги и типа время наших сотрудников которые будут анонсы постите все так что в других играх это все то же самое кроме только самых топовых и ну типа это как-то выезжает просто многие инвесторы которые еще не поняли что такое киберспорт им кажется что команда типа это самое очевидное особенно те кто из спорта всякие американские бывшие баскетболисты чуваки там рядом с этим чуваки из поп-культуры у которых там похожие модели продвижения им кажется что завтра они купят команду ханджи цифс до инвестируют в нее там 30 миллионов долларов и начнут прибыль типа собирать вот и поэтому такие отчеты что где-то там команды рентабельно и на мой взгляд вообще везде команды это очень спорная тема там еще вопрос какие они приносят своим спонсорам маркетинговые выгоды но как бы для этого они должны еще работать делать какие-то там не знаю обзоры продуктов на огромные тысячи старкрафте особенно в русскоязычном это слабо возможно а если возможно то это надо уметь продавать а как бы продавать никто не умеет и я не умею то есть я не то что сейчас скажу что ядра то я тоже не умею если бы умел наверное мой час стоил бы так дорого что она не смог бы себе его позволить и меня бы не было на этом стрим да поэтому мы договорились на в небольшую сумму шучу я так то есть я тут бесплатно не понял я бы добавил что что у нас даже в обычном спорте посмотрите на футбол и хоккей большинство команд они либо убыточные либо бюджетные то есть сейчас выползают только за счет бухмедирских контор и иногда государственного финансирования чего и пытается добиться федерация наша и какие-то другие потому что считается что это общественно полезно как бы большинство экспертов и экспертов высказывается о том что игра общественно не полезно хотя недавно была новость о том что там вроде кто-то наконец-то что-то дельное высказал может потихоньку это начнет меняться просто не нужно ждать что правительство нам international будет делать но она может какие-то курсы там в школе сделать для детей например по доте и как бы не факт что это будет плохо потому что лучше если ребенок будет в доту играть с пониманием что он делает а не просто орать на тиммейтов так же как папич то что папе g делает значит наверно так и надо вот в этом направлении наверно будет двигаться все потихоньку просто все хотят все и сразу желательно со стадионами миллионами долларов и чтобы еще лично и взяли менеджеров менеджером и мерседес подарили с водителем а так не бывает и не будет да и скорее всего сейчас киберспорт об занимает именно ту позицию которую и должен заниматься потому что разговоры про медийность и развитие они примерно стоят на месте уже лет пять а то и больше что спонсоры не понимают зачем киберспорт и все это так и есть казалось бы смотрите international вот посмотрите форлс посмотрите какие турниры огромные огромные стадионы но пока вот все так как было крайне мере у нас нет мне кажется что да и хотел добавить что если посмотреть на америку в сверху блик там эта история получила какое-то в развитии и там вкладывают уже не деньги не только государства и какие-то такие спонсоры которые не думают получать прибыль скажем тогда меценаты но и люди которые населены на то что отбить эти деньги мне кажется овервотч лига это очень большая финансовая пирамида где все на доверие держится кучу людей купили слоты под эти слоты и под общий хайп там договорились с городами что города выделили для своих команд какое-то финансирование и типа ну знаешь то есть короче это стоит дорого потому что это будет потом много собирать сначала говорят до организаторы а потом они это много собирает потому что это стоило дорого то что людям кажется что раз это стоило дорого значит это круто это как анально оральные вау-фактору пелевина кто читал поколение п а кто не читал идет сейчас книжку скачивать вах это довольно важно понимать то что по моему это так и работает я не знаю сколько там зрителей но если они есть то они там только потому что типа миллионов дофига а сама лига то вроде смешная и у меня просто один из людей которые со мной работают уже на нескольких проектах текстовых он как бы вообще фанател от овервотча и от овервотч лиги и даже он ее не смотрит то что он говорит но я уже должен признать что как бы это дерьмо это не невозможно смотреть это неинтересно какая-то искусственно раскайпленная фигня только в одном регионе в европе ничего нет там сборные снимаются не едут на чемпионат мира потому что у них нет денег ну и просто искусственно надутая история в которую вложилась куча людей и наверняка уже задает себе вопрос как она вообще будет выходить но возможно им норм потому что наверняка они мыслят несколько другими категориями финансовыми этот вопрос где-то месяца два наверно назад на подкасте destiny обсуждал рейд под руководитель команды темпа шторм вот и вроде одна из немногих команд которые но прибыльные что ли вот во всяком случае такой не имидж вот и он как раз говорил что да очень многие инвесторы чуть не сказал инфесторы инвесторы сейчас не понимают куда они вообще писались и как это должно работать и что многое как раз до работает на обещаниях и там типа все будет но ребята только дайте денег и вот на всем этом хай так что так что да да итак мы обсудили по моему все темы которые были заявлены и даже захватили какие-то смежные хотелось бы поблагодарить мы подожди подожди в заявленных темах еще была starline но там особо нечего обсуждать но у нас сейчас идут квалификации на starline лигу уже прошли кто прошел лайтвейт прошел я забыл кто прошел я забыл кто прошел кроме лайтвейта блин можно откопать но это не суть важно забыл звучит как анекдот когда мы говорим о сетках дублин что-то много всяких сеток в последнее время это еще на ликвидию все забивать вообще голова кругом и в итоге руки не доходят до той которая под потолком уже образовалась до идут квалификации в субботу и воскресенье будут последние две приходите на стримчанский наверное придется самому посты мить может быть еще кто-то подключится на самом деле много довольно интересных матчапов то есть ну там потенциально уже в квалификации можно увидеть что-нибудь вроде дженни с люцифер там или как лайтвейт играли с алексом так далее уже на уровне квалификации есть интересы игры но в принципе пока что это все подробнее поговорим когда будет да бас от мината конечно господи пишут ребята в чате можно еще на рассказать что если у вас руки оттуда же откуда у меня то есть отдельный турнир который завтра в субботу пройдет на гудгейме для 4 700 минус поэтому я на него зарегистрировался но похоже не сыграю потому что поеду чемпионат города с участием своего ребенка смотреть но у всех остальных есть шанс побороться в турнирном формате с равными соперниками вот ссылка есть в паблике гудгейма а в основных турнирах может и нет потому что он на тестовой платформе проходит да и это добавлю что там призовой 9000 рублей между прочим 1 топ 16 месяц я не буду играть то ваши шансы уже выросли процента на 0 3 где-то итак спасибо гостям спасибо никита скиллос напомним что у нас команду или спонсоров поэтому если у вас есть какие-то предложения пишите ему в плате лучше написать отлично сколько заплатят или не вариант да в кабель спасибо что согласился хоть и без вебки но был очень интересно послушать очень много дельных комментариев а у меня нет специальной графики чтобы показать адрес своего канала но в общем да это донатте подписывайтесь а ты можешь чатик это скинуть но в целом да наверное я так и сделаю от меня теперь что-то будет во вторник и в среду первый starcraft довольно неплохо кстати заходит это радует оказывается можно зарабатывать на рекламе на ютубе внезапный поворот вот так что будем пушить эту тему с интересными гостями скорее всего devolt один из топовых игроков вне кореи будет со мной на обоих полуфиналах а сл я на первом же буквально за первые три минуты самого первого сета узнал море но на прошлой трансляции так что думаю что нас ждет очень много открытий чудных да и сергей заходите в его паблик очень много интересной информации про starcraft та которая не появляется на гейме которые нельзя как-то уложить в новость он собирает у себя публикует да переводы какие-то твиты интересные за что мы ему и благодарны и через примерно неделю будет следующий выпуск мы обсудим nation wars итоги постараемся пригласить тех кто прошел в общем будет интересно спасибо что пришли как зрители в чатике было забавно почитать комментарии всем пока а что уже был в топ-стат